Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы зашли на мой канал. Меня зовут Оксана. Сегодня мы едем в музей, который называется Дворец Почетного Легиона. И этот музей находится в Сан-Франциско. В Сан-Франциско вообще много художественных музеев, но два из них считаются такие, как классические. Музей, который называется Ди Янг, и вот этот музей, Дворец Почетного Легиона. В Сан-Франциско когда-то давно жил богатый человек, которого звали Майкл Хенри Ди Янг. И когда он умер в 1926 году, он передал всю свою коллекцию городу. И на этой основе были созданы два этих музея. Сами здания были построены другими магнатами. Был у них такой сахарный магнат, я уже забыла его фамилию. И вот его жена, она спонсировала все эти музеи. И она увлекалась тем, что она ездила по миру и собирала разные картины и другие всякие штучки, статуэтки. И все это помещалось в этих музеях. И вот среди этой коллекции Ди Янга в музей попала картина русского художника. И когда вы заходите в этот зал, этот зал называется Европейский зал, то дыхание сразу замирает при виде этой картины. Никакие фотографии, никакие репродукции в книгах, никакие камеры не могут передать красоты и такую могущественность этой картины. И я в этот музей езжу примерно 4 раза в год, когда у них открывается какая-то выставка. Вот сейчас у них выставка Густава Климта. Но я всегда начинаю посещение этого музея с этой одной картины, когда я иду в этот европейский зал и, наверное, полчаса точно сижу на скамейке перед этой картиной. Ее словами не описать. Я вообще не люблю ездить в Сан-Франциско, потому что парковка здесь такая большая проблема. Ходит, наверное, час, чтобы запарковаться. Но ради этой картины я иду даже на такие жертвы. Я, честно говоря, еле сдерживаю себя, чтобы не сказать вам, кто художник и название этой картины. Но я все-таки хочу сначала эту картину вам показать. Это мы уже запарковались, и вот мы выходим с машины, и перед нами вот такой вид. Очень красивая местность. Вообще Сан-Франциско такой интересный город. У него есть такие карманы железобетона и карманы зелени, и все такое красивое, и парки. И весь город раскидан по горам. И когда по этим улицам едешь, то иногда такое впечатление, что ты на самолете. Настолько вертикально поднимается машина, или наоборот опускается вниз. Вы посмотрите, какие здесь интересные деревья. Всего час езды от меня, а природа уже другая, растительность уже другая, деревья уже другие. И в Калифорнии это очень часто встречается. Всего один час, и как будто ты попадаешь в какой-то другой регион. Перед тем, как мы войдем в музей, я хочу показать вам несколько фотографий. Я думаю, что с этих фотографий получатся хорошие картины. Мне очень нравится этот задний фон, который проходит через деревья и создает вот такие пятна. Но это уже вход в музей. Но мы его сфотографировали при выходе, потому что сзади был такой красивый закат, и этот цвет прям, ну, не передать, какой-то малиновый. А теперь этот важный момент. Сама картина. Друзья, это работа Константина Маковского. И в русском варианте она называется «Под венец». На английский язык эту фразу невозможно перевести. Поэтому в английском варианте эта картина называется «Наряд русской невесты». Это громадная картина. Высота без рамы 2 метра 80 сантиметров, а ширина 3 метра 74 сантиметра. Стиль этой картины, ее объемность и блеск этих нарядов настолько захватывает, что от нее невозможно оторвать глаз. А теперь я хочу разобрать эту картину буквально по деталям. Ковер в приближении. Как вы думаете, какой это стиль? Когда Маковский был передвижником, то его считали импрессионистом. Ну а теперь посмотрим на девушек. По идее, они готовят будущую царицу Марию к свадьбе с молодым царем Алексеем. Вы знаете, я как-то год назад еще пришла в этот музей с увеличиткой, такой солидной увеличиткой, и спросила разрешения рассмотреть эту картину под увеличиткой. И мне разрешили без проблем. И вот теперь обратите внимание на рукав. Когда вы смотрите с увеличиткой, то вам видно каждый мазок, и они очень грубые и жирные. Вот как сейчас. Единственное, что как-то вырисовано, это вот эти три голубовато-фиолетовых лепестка. Вернее, их не три, их раз, два, три, четыре, пять, шесть лепесточков. И из-за того, что у него эти лепестки голубовато-фиолетовые, и серые оттенки теплые, а в белый добавлено немножечко жоптого, кажется, что это платье светится. А это приближение рукава у второй девушки. И посмотрите, то же самое. Несмотря на то, что фон желтый, но потом идет серый мазок, и в этот раз этот мазок немного холодноватый. И сверху нанесен блик. И когда вы на это смотрите с расстояния, то кажется, что эти места прямо горят. В этой картине идет постоянное сочетание типичного импрессионизма и послойного стиля. Вот как, например, это лицо. Сначала это лицо надо нарисовать умброй. Когда эта умбра высохнет, наносят то, что называется мертвый слой. Это серый, в принципе, слой. И только когда этот серый слой высохнет, начинают наносить цвет. И все это сделано очень тонкими слоями. Такими слоями, что это масло работает, в принципе, как акварель. И вот в этой картине постоянно идет сочетание стилей. Все лица, которые в фокусе, нарисованы послойно. Вся их одежда нарисована импрессионистским стилем. И все это сочетание вместе создает такое богатство цвета и оттенков, что невозможно оторваться. Вот эта юбка этой пожилой боярыни то же самое, никаких деталей. А вот эта интересная вещица нарисована в обратной перспективе. Я уверена, что у этого художника продумана каждая мелочь. Ну что же, я буду заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я вам дам возможность еще раз посмотреть на эту картину. Но я хочу вам все-таки еще раз напомнить, что ни видео, ни фотографии не показывают величественность этой работы. Пишите комментарии, как вам это видео. До свидания. Возвращайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok